Зима уже вот-вот закончится, и в этот раз конец февраля стал для большинства жителей нашей страны чуть ли не каникулами из-за объявленных длинных выходных. Тем не менее, для рэп-игры никаких каникул не намечается. Обычно индустрия отдыхает только два раза в году, на новогодние праздники и летом. Поэтому и за прошедшую неделю произошло много событий, которые превратились в виральные инфоповоды, обсуждаемые всеми рэп-СМИ. В этом новостном выпуске мы обсудим многое, в том числе, как Кизару посвятил трек Young Trappist, которым был не в лучших отношениях последние годы, какие новые пруфы по поводу отношений Диллара и Бустера появились в сети, а также, какими словами в интернете ссорятся Бульвар Депо с Фараоном, а Федук с Элджеем. Что ж, мы начинаем, поехали! Буквально несколько дней назад в сети появился сниппет нового трека Кизару. Олег обещал выпускать по новому треку каждый месяц, чем ознаменовал начало своей активной деятельности в 2023 году. Как вы помните, он обещал нам 4 проекта в грядущем году, и именно поэтому сниппетов и синглов тоже намечается очень и очень много. В этот раз мы увидели трек «Видеоряд» не под цензурным названием. Впрочем, сам трек мы вам можем показать. Этот стиль исполнения чем-то напоминает плаг. Вообще, Кизару легко приобщаться к новейшим тенденциям западной индустрии. Ведь в Испании продолжают работу все крупные лейблы, а также сервис Spotify, который, как вы помните, из России ушел. Многие западные артисты теперь тоже не распространяют свою музыку на территории РФ. Даже на Ютубе не всегда можно посмотреть их новые клипы. Эту проблему может помочь решить сервис «Зеленый звук», который дает возможность получить доступ к Spotify в эти непростые, санкционные времена. «Зеленый звук» — это единственный на данный момент неанонимный подобный сервис на рынке, которым пользуются уже 5000 меломанов. Эти люди при помощи «Зеленого звука» имеют доступ к Spotify Premium и могут слушать все, без исключения, западные новинки, крутые плейлисты, а также рекомендации без каких-либо ограничений. Что важно, для использования сервиса вам не нужен VPN, который может замедлить скорость работы интернета. Также у «Зеленого звука» 24 на 7 работает поддержка, которая поможет с любыми вопросами. Например, подскажет, как установить приложение на ваш айфон. Цены, кстати, вполне демократичные. Вы и сами все видите на экране. Ссылка на «Зеленый звук» будет в описании ролика. Ну а мы двигаемся дальше. Но вернемся к Кизару. Конечно, фанатам Олега был интересен в первую очередь сам новый сниппет, но все так или иначе отметили отсылку на Янг Трэпу, которая получилась неожиданно дружелюбной. Вот как это будет звучать в будущем треке. Я не знаю, честен этот парень, но Гресса. Гресса, я профессор, я надел на стеком пресса. И вот продолжение. Забы из-за что из-за того, что он на беса, он ушел из мира бешеный без стресса. Как вы знаете, еще отбывая первый срок в тюрьме, Янг Трэпу грозился приехать к Кизару в Барселону и поговорить с ним. Потому что Олег, пусть и выражал респект Владу за его безбашенную деятельность, все равно называл его музыку «Ужасный». Кизару в ответ не молчал. Уже после освобождения от Рэпы, они постоянно перебрасывались оскорблениями, а Кизару даже сливал переписки в сеть. Вот с папой, мне казалось, ты хотела мне помочь. Тем не менее, когда в интернете появилась трагичная новость о том, что Янг Трэпу скончался в возрасте 27 лет, Кизару забыл все обиды и выразил соболезнования. Однако аудитории казалось, что вряд ли Олег дальше будет как-то упоминать Трезини. Но нет, новый трек, как мы видим, содержит отсылку и к нему. То, что мы больше с кем-то не общаемся, это не значит, что они все мои враги. Я до сих пор хочу, чтобы вы все ели, просто не с моего стола. Но если отвлечься от грустного, то надо сказать и про другие реакции аудитории на новый сниппет Олега. Все отметили шапку рэпера, которая выглядела бы нелепо на любом, кто бы ее не надел. Кроме Кизару. Потому что он в таком луке чувствует себя очень уверенно и смотрится это все органично. Тем не менее, некоторые создатели реакции все равно обратили внимание на его лук. Например, Тикс. Кстати, ссылка на эту реакцию будет в описании. Там много интересного и про другие сегодняшние релизы. Перспективный артист Famous Kill'a, о котором мы вам уже не раз рассказывали, тоже продолжает выпускать материал. Еще в ноябре прошлого года он выпустил довольно успешный альбом под названием Lone Star, благодаря которому у него еще сильнее пополнилась фан-база. Так вот, сегодня ночью Famous Kill'a выпустил первый сингл в этом году под названием «Разные». Это лирическая композиция, которая рассказывает нам о непростых моментах в отношениях между влюбленными, о непростых решениях лирических героев, а также об их переживаниях. Можно сказать, что перед нами яркая эмоциональная картина любви. У Famous Kill'a готовится много материала в 2023 году, среди которого будут как синглы, так и фиты. Короче говоря, этот музыкант может с легкостью забрать год. По крайней мере, о нем мы еще точно услышим. Дилара и Бустер не перестают подогревать слухи о своих отношениях. Мы уже не раз показывали вам фотографии девушки и стримера в одних и тех же локациях и даже вещах. По крайней мере, интернет-расследователям, которые внимательно следят за жизнью звезд, Таких фото хватило, чтобы построить теорию о романтических отношениях между Диларой и Славой. Надо сказать, новое видео из Дубая эту теорию только подтверждает. Хотя в кадре мы видим лишь девушку с темными волосами и парня с повязкой на голове. И это легко могут быть и не Дилара, и не Бустер. В любом случае, напишите в комментарии свое мнение по поводу этого странного видео. В русском рэпе не предстоит утихать словесные перепалки. Сперва поговорим про Эл-Джея и Федука. Последний уже один раз наехал на своего бывшего товарища, с которым, впрочем, долгое время был в конфликте из-за клипа «Розовое вино». Так Федор прокомментировал новый трек Эл-Джея Харакири. Он оставил под свежим постом со снипетом песни о самурае странный комментарий, который удивил всех. Ведь до этого о возобновлении Бифа не было даже и разговоров. Никаких комментариев от Эл-Джея не было. Чуть позже Алексей выложил трек-лист будущего альбома «Сайнара Боль», который выйдет 3 марта. Видимо, там должен появиться трек с Федуком, на который Федор не давал согласия. По крайней мере, такой вывод следует из постов в соцсетях Федука. В общем, Эл-Джей опять никак не комментирует слова коллеги. Будем ждать релиза пластинки. Также небольшой укол в сторону фараона сделала жена Бульвара Депо, Юлия. В своих соцсетях она ответила на комментарии в том смысле, что она все же не может остановить время, в отличие от жены другого рэпера, которая как раз таки ведьма. Очевидно, что здесь Юлия имеет в виду жену Глеба, Софью Егорову. Судя по постам в социальных сетях, Софья и Глеб совсем недавно поженились. При этом девушка участница битвы экстрасенсов. Она называет себя ведьмой, делает привороты, ведет трансформационные программы для саморазвития и устраивает вебинары. Теперь давайте поговорим про дропы этой ночи. Команда ныне покойного Саши Скула, скончавшегося в июне прошлого года, издает последний записанный при его жизни альбом «Пасха мертвых». 15 песен, давно столько не пел, рассказывал Саша в последнем интервью перед смертью. Сегодня вышел новый релиз артиста, про которого мы вам очень часто рассказывали. Его зовут Кейдж. Новый проект Secret Package 2 получился преимущественно трэповым. Именно это сильная сторона рэпера. Это тот самый трэп, по которому все давно скучали. Те самые трэп-биты, но со свежим звуком и в 2023 году. Стиль был переработан и обрел новые краски. Добавлено чуть больше грязи. Чувствуется и влияние Детройта. На одном из треков на фите «Офми». Что ж, это уже не первый раз, когда «Офми» и Кейдж оказываются на одном бите. Их совместные треки обычно получаются очень крутыми. Иностранный агент Оксимирон тоже решил порадовать слушателей материалом. Правда, выложенные в Телеграме треки оказались всего лишь непущенными в работу демками для альбома «Красота и уродства». Ну и скажем пару слов про западные новинки. Йид застолбил за собой звание главного фрешмана прошлого года, выпустив громкий альбом Toy Life, впечатляющий делюкс издания EP Live. Популяризатор рэйдж-звучения не собирается сбавлять оборот и представляет долгожданный второй сольный альбом, служащий хронологическим продолжением сентябрьского мини-проекта Afterlife. Популярность Йида растет в геометрической прогрессии. Его треки набирают огромное количество прослушиваний. Он работает со звездами индустрии, записывает коллаб-проект с Лилузи Вертом. На этом артист определенно не собирается останавливаться. Afterlife должен закрепить успех 22-летнего рэпера и надолго застолбить его место в индустрии. На альбоме Йид продолжает создавать мощные бенгеры, так полюбившиеся слушателям. Фанаты получили 22 новые композиции с гостевым участием Young Boy Never Broke Again и говорящего Бена из одноименной игры. А на сегодня у нас все. А какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok